На чем только не летали в деревне Фитинино. Небольшое живописное местечко Примышевского района стало мощным аэроцентром. Целое авиашоу посвятили Просковье Гагариной, первой российской воздухоплавательнице. Уверен, немногие знают, она совершила полет на воздушном шаре в 1803 году. В полном восторге из Фитинина вернулся мой коллега Андрей Ткачев. Мы его еще долго потом приземляли. На бреющем пролетает небесная блоха. Так самолет прозвали французы. Эту модель пилот Владимир Невский нежно называет Кукусий. Он собрал аппарат по чертежам 1936 года. Сами французы считали его непрактичным, но Владимир не согласен. Самолет легко собрать, он дешевый и прост в управлении. В восторге от Кукусии зрители, которые прозвали его бабочкой. Хотя по характеру это скорее пчела. Я даже не знал, что эти самолеты воевали. Но есть случай, он описан, его можно найти в интернете, где вот такие самолеты летали через Ла-Манш, летали с Англии во Францию, когда Франция была оккупирована, и летали разведчики с радиостанциями. Самолет маленький, его было не видно. И описан воздушный бой, где два мессершмита не смогли сбить этот самолет. Владимир собрал семь самолетов и один вертолет. Но Кукуся – его любимая модель. Особенная гордость, винт ручной работы, который дети так и норовили потрогать. Перетянули на себя внимание паралеты и дельталеты, которые неожиданно появились в небе. Особый восторг вызвали парашютисток. Выпрыгивали прямо над толпой. Денис Дербенев, казалось, и вовсе разобьется. Парашют он раскрыл очень низко. Но опасения были напрасны. Проблем не возникло. Я в какую-то секунду запереживал. Мне показалось, так он… Очень близко показалось? Да. Да? Мне тоже показалось, что очень близко. Ну, в целом, все прошло штатно. Летчики и парашютисты все трюки посвятили Прасковье Гагариной – первой воздухоплавательнице России. Она пролетела на воздушном шаре в октябре 1803-го. А в Перемышле вместе с мужем покоится в склепе храма Архангела Михаила. Иерей Максим Епишин рассказал, в СССР здание использовалось для хранения картошки. Сейчас храм восстанавливают. Склеп обнаружили случайно, нашли и надгробную табличку. Считается, что именно Прасковья Гагарина подтолкнула своим полетом земляков в небо. Через четыре года у нас уже строят первый воздушный шар. И в дальнейшем их уже будут использовать. Даже во времена, когда Наполеон приходил на Русь. То есть дальше шло-шло-шло по нарастающей. То есть уже были изобретены самолеты, строения. Еще один Гагарин – Юрий. Спустя почти 160 лет покорил космос. Теперь же новых Гагаринах хотят вырастить организаторы авиашоу. Чтобы заинтересовать и познакомить с небом поближе, устроили бесплатные полеты на воздушном шаре. Евгения Архипова раньше уже летала на самолетах. Но на аэростате впервые. Говорит, они снились ей. Только в реальности все отличается. Ну, во сне ощущения на шаре были другие. Там не было, например, огня. Мне немножко страшно. А почему страшно? Ну, например, огонь. Подпалимся еще. В этот же момент вокруг шара рассекал паралет. Такое не всегда увидишь даже на масштабных международных шоу. После первопробного полета возле аэростата организовалась целая толпа. Особенно это дети, которые хотят полетать на воздушном шаре. Как во снах вы пролетели, ощущения самые лучшие. Пилот аэростата и организатор праздника Вячеслав Новоселов уверен, собрать семьи и заинтересовать детей полетами получилось. Но зависать в воздухе не стоит. Теперь новая площадка станет центром притяжения для всех желающих. Здесь будет сделана попытка национального рекорда на воздушном шаре, посвященный Проскове Гагарина. У нас есть эксклюзивный тепловой аэростат одноместный, единственный в России. И мы 1 марта установили на нем 6 национальных рекордов в Калужской области уже, это на нашей площадке добролет. И сейчас это будет очередной национальный рекорд по высоте. Храм Архангела Михаила может стать первым в России, посвященным авиаторам. Здесь хотят открыть и тематический музей. К тому же Вячеслав планирует организовать международный фестиваль воздухоплавания на этой площадке и провести его в октябре, когда в небо и поднялась Просковья Гагарина. Андрей Скачев, Виктор Степин, телекомпания НИКТВ, Перемышельский район.